В Ташкенте начала работу международная конференция «Взаимосвязанность в Центральной Азии. Вызовы и новые возможности». Организаторы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Признанные зарубежные эксперты более чем из 35 стран, а также представители ведущих аналитических научных структур объединились над обсуждением актуальных вопросов и направлений партнерства. О первом дне работы – обзор нашей программы. Представительный форум, проводимый по личной инициативе президента Узбекистана, а также в рамках реализации основных приоритетов внешней политики Республики, определенных главой государства, собрал в Ташкенте ведущих экспертов и авторитетных аналитиков, которые специализируются на региональной проблематике – ученых и исследователей из различных стран мира. Как отмечалось на открытии международной конференции, последние три года можно рассматривать как новую эру в истории отношений Республик Центральной Азии. За небольшой период достигнуты важные и положительные результаты в межгосударственных связях. Страны-соседи открыли друг другу не только границы, но и свои рынки. Впервые с момента образования новых независимых государств в регионе установлено тесное сотрудничество в области промышленной кооперации, инвестиций и безопасности. Я верю в то, что текущая динамика в Центральной Азии может вдохновить и другие регионы во всем мире. Преимущества, полученные странами Центральной Азии от укрепления их взаимодействия и сотрудничества, наглядно показывают, чего могут достичь и другие государства при совместной работе. Продолжающееся на новом этапе сотрудничество позитивно влияет и на торгово-экономическую деятельность. Только в 2018-м товарооборот между нашей страной и государствами региона вырос более чем на 50%. Во всем происходящем говорили важную роль сыграла развивающаяся в последнее время народная дипломатия. Мы приветствуем инициативу вашего президента по созданию многопартнерского фонда Трастового. Мы сейчас рассматриваем, как наши страны, члены и Евросоюз как таков сможет поддержать и нести свой вклад в этот фонд. Это касается тоже безопасности региона, сотрудничества с Афганистаном и помощь и поддержка мирного процесса, процессом экономического сотрудничества. Как раз ваш президент в прошлом году в Ташкенте выдвинул некоторые инициативы, где мы откликнулись и хотим поддерживать взаимосвязанность и сотрудничество стран Центральной Азии с Афганистаном как самый лучший вклад для поддержки мирного процесса. Центрально-Азиатский регион – это огромный рынок с более чем 70-миллионным населением. Сложившаяся здесь новая политическая обстановка. Процессы глобализации требуют расширения взаимодействия и использования незадействованных возможностей. Именно это и будет, как подчеркивали выступавшие, способствовать совместному противодействию современным угрозам. Вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию – один из шагов открытия экономики, который уже идет полным ходом. Процесс присоединения Узбекистана займет около года или два. Мы полностью поддерживаем вашу страну и будем способствовать в оказании поддержки и помощи. Что касается конференции, то она собрала невероятно большое количество экспертов. Я впечатлен. Все здесь для того, чтобы представить, чего они достигли. А также это хорошая возможность поучиться, как для меня, так и для всех участников этого форума. Любые вопросы, они существуют между соседями неизбежны, там, в транзитной, торговой сфере, пограничной. Они решаются посредством политического диалога. Это важное достижение и необходимо отметить усилия Узбекистана, особенно в последний период, последние два года, который предпринимал, наверное, очень энергичные усилия для того, чтобы этот диалог состоялся и углублялся. Ваше правительство играет очень активную роль в решении Кубика Рубика Афганистана. И я считаю, это новое. Это новое явление. И ваш президент объявил, что Афганистан это не сосед Центральной Азии, но частью Центральной Азии. И это открывает очень интересные возможности в области инвестиций. Это не против никого, это за будущее. Во всех выступлениях, которые мы сегодня слышали, звучала одна главная мысль. Это то, что все позитивные изменения, которые в настоящее время происходят в регионе, они направлены в первую очередь на углубление взаимного добрососедского сотрудничества между странами Центральной Азии, дальнейшее укрепление партнерства между ними. И, как отмечали зарубежные эксперты, прогресс проводимой работы, в которой немаловажную роль играет официальный Ташкент и лично выдвигаемые идеи и инициативы президента Узбекистана, они сегодня заметны невооруженным глазом. Это действительно факт. Реформы идут. Узбекистан с новым лидером, в общем, уже получившим международное признание, президентом Мерзиёевым, демонстрирует уверенную поступь в международных делах. Целый ряд вопросов, которые уже решены в регионе, касающихся там водной проблемы, приграничных вопросов, конечно, без позиции Ташкента, в общем, их разрешение, так как оно сейчас развивается, было бы просто невозможно. Поэтому Узбекистан играет колоссальную, важную роль в регионе Центральной Азии, я бы сказал, даже в более широком смысле, на постсоветском и евразийском пространстве. Я вижу, что идёт процесс, он поступательный. Мне очень нравится, что руководство, в общем, не боится привлекать иностранные компетенции, ведущие роли в экономике, в культуре, потому что понимают, что любая польза, которую принесёт иностранная компетенция, это будет на пользу во благо страны. Вот этот риск, такой, я бы сказал, мужской риск, мне нравится. Во второй половине дня работа форума продолжилась в формате параллельных секционных заседаний. Признанные зарубежные эксперты, а также представители ведущих аналитических и научных структур Узбекистана обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, а также сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, водно-экологической, энергетической, туристической, культурно-гуманитарной сферах. 20 февраля Международный форум продолжит свою работу.